Коллеги, всем привет! Добрый день! Давайте подождем, пока подключится кто-нибудь. Вот уже вижу, пошли огоньки. Давайте буквально еще подождем минутку. Огоньков хотя бы 20 наберем. Давайте. Люблю огоньки. Саша очень любит огоньки. Под Новый год все любят огоньки. Все, вижу 29, 30. Все, мы уже план переуполнили. Так, коллеги, всем привет! Я Константин, со мной рядом Александр. Да, смотрите, мы, наверное, компанию сегодня поставлять не будем, потому что, если вы на нашем вебинаре, то скорее всего наша компания уже в поставлении не нуждается. Поэтому мы сразу начнем говорить по тематике сегодняшнего мероприятия. Тематика сегодняшнего мероприятия у нас является постпроектное сопровождение, его там важность и особенность. Перед тем, как мы приступим, давайте все-таки мы проверим с вами связь, если у нас хорошо слышно, пишите, поставьте огонечки. Если у нас плохо слышно и видно, то тогда вам надо взять и перезайти, потому что скорее всего эта проблема на вашей стороне. Огоньки есть, огоньков много, значит, я считаю, что у нас слышно и видно. Ну и мы тогда будем начинать. Петр Соколовский, добрый день. Итак, коллеги, смотрите, мы сегодня решили поговорить с вами про постпроектное сопровождение, потому что вообще, в принципе, то, как сопровождается система и качество сопровождения, на самом деле напрямую влияет на то, насколько вообще конечный пользователь, клиенты, компании, бизнес довольны и удовлетворены качеством той системы, которая внедряет ей какой-либо интегратор, потому что можно сделать проект просто великолепно и как бы здорово, но потом завалиться на сопровождении, и вообще весь конечный результат, все потраченные деньги, которые были вложены в проекты к инвестиции, они просто уйдут в никуда. Поэтому сопровождать нужно, сопровождать нужно качественно, сопровождать нужно грамотно. И вот мы сегодня решили поговорить про то, как это нужно делать и почему это вообще важно. Собственно, смотрите, как происходит обычно и как делать вообще не надо. Вот обычно компания какая-то, допустим, хочет себе ВМС. Вот она выходит на рынок, она начинает смотреть поставщиков ВМС, или там ТМС, дом, неважно, любая система. Сначала смотрят там варианты поставщиков, сравнивают предложения коммерческие и сравнивают в том числе какие-то базовые условия по сопровождению. Ну там просто прикидывают цены и так далее. И вот на этом этапе какой-то первичный вообще анализ того, а сколько стоят затраты на сопровождение, на развитие, они заканчиваются. Поговорили, узнали условия, успокоились. Все, выбрали какого-то поставщика, вступили с ним в проект, начали работы. Там, не знаю, проектируем систему, настраиваем систему, дорабатываем систему. Это все еще, вот мы только начали, вот еще рано, давайте потом, давайте попозже поговорим. Потом у нас заканчивается сдача макет системы. Там приступаем, допустим, мы к обучению пользователей, приступаем к тестированию приемочному. Допустим, прям на складе, когда там уже с сотрудниками, на реальных заказах, там точно на тестовых, уже работаем с реальным товаром. И вот, как правило, тогда всем резко становится просто некогда заниматься сопровождением, потому что там какой-то пожар на складе, там что-то еще, все нужно срочно исправлять. И вот третий этап, потом обучение, запуск, все, уже всем некогда говорить про сопровождение. Потом, собственно, наступает четвертый этап. Четвертый этап, инсультант проектный, он там живет заказчиком, живет, живет, живет. А потом, хоп, и резко уходит. Все, соответственно, а уже никто не успел ни условия обсудить, ни договорств согласовать, ни бюджет заложить. Никто вообще даже не подумал про то, а как потом мы будем жить, после того, как вот проектная команда с проекта встанет и уйдет на следующий проект. И вот так происходит всегда, и так делать не надо. При этом сотрудники заказчиков еще могут не обрести необходимый опыт для сопровождения системы. И когда их оставит проектный консультант, им может быть достаточно сложно сразу перехватить, так сказать, руль и начать сопровождать, администрировать систему полностью самим. Но, к сожалению, на самом деле, вот именно вот такую картину мы видим постоянно и регулярно. Давайте попробуем наложить это на некий абстрактный график более проекта. Собственно, что у нас здесь есть? У нас здесь есть накал проектных страстей. Ну, как бы сначала мы, точнее, сначала клиент выбирает систему, и он ничего не беспокоит, потому что в проект он не вступил. Там никаких казусов, конфликтов, никакого пожара у него еще не происходит. Он там, в принципе, все спокоен, все будет хорошо. Дальше постепенно, ну, по мере продвижения вообще проекта, страсти накаляются все больше и больше. И как бы на запуске, на самом деле, всегда происходит самая жара. И с точки зрения занятости, на самом деле, то же самое. То есть сначала заказчик занят у нас выбором системы, потом плюс-минус у него высвобождается какое-то время, и потом снова к обучению, к стартовому запуску, к запуску. Там снова, получается, все в мыле, все бегают, все пытаются решать какие-то вопросы. И как бы там тоже до ключевых лиц, как правило, не достучаться. И если, допустим, посмотреть, где вообще хорошо было бы заняться обсуждением вопроса сопровождения. На самом деле, было бы неплохо заняться им здесь. То есть на этапе, где мы, допустим, начинаем проектировать систему и там заканчиваем вторым этапом. Вот здесь самый прекрасный, самый идеальный участок времени для того, чтобы взять и начать обсуждать вопрос сопровождения. Как мы будем, по какому графику мы будем это делать, а кто это будет делать, а своими силами, а чужими силами и так далее. То есть вот тут как бы вообще идеальный момент для того, чтобы начать это делать. Я добавлю. Давай. Важно, во-первых, определиться с условиями сопровождения, то есть согласовать SLA. И чем раньше начать обсуждать сопровождение, тем будет более прозрачен бюджет, совокупный по и внедрению, и владению в дальнейшем системой. Соответственно, есть еще, ну скажем так, операционные процедуры, связанные с согласованием договора непосредственно, такие как юридические, бухгалтерские какие-то, которые тоже могут отъедать время. И когда все участники проекта со стороны заказчика именно технически заняты уже запуском системы, и вообще ни до чего, соответственно, вот эти процедуры, которые в принципе простые, они могут растягиваться во времени и нервировать всех. В итоге график более начинает прям работать. График более работает всегда. Кто узнал себя, поставьте огонечек. Наверняка, шесть половина узнала себя, потому что сто процентов есть такие люди. Да, все, спасибо, мы вас знаем, мы вас всех видели, спасибо. Смотрите, дальше. Вот есть какая-то, ну, как делать надо. То есть надо сначала там заранее узнать условия, потом там надо сбюджетироваться, потом нужно проговорить, ну предварительно хотя бы, потом нужно детально согласовать все условия, там подписать договор, согласовать договор, там пройти все бюрократию, а потом можно спокойно заниматься там подготовкой к запуску, подготовкой к тестам, подготовкой к промышленной эксплуатации и так далее, и так далее. Вот так делать, по идее, надо и правильно. Как начать делать, как надо? Значит, нужно сделать две вещи. Во-первых, нужно учитывать некоторые факторы, о них сейчас мы поговорим, поговорим более подробно. Второе, нужно начать работать с какими-то личностными убеждениями, которые живут внутри на самом деле каждого заказчика. Собственно, в какие факторы речи? Первое, деньги нужно бронировать заранее, потому что, наверное, процентов 20-30 случаев возникает такая ситуация, что на проект деньги люди забронировали, там как-то забюджетировали, а на сопровождение почему-то не забюджетировали. Но на самом деле сопровождение тоже стоит денег, и в идеале тоже бюджет на это нужно заложить заранее. Чем крупнее компания, чем дольше цикл бюджетирования, чем сложнее тратятся деньги или распределяются на те или иные статьи затрат, тем заранее нужно идти к руководству, к собственникам, к совету директоров и так далее, и как раз заниматься тем, чтобы выбивать деньги на сопровождение. Потому что потом, когда там четвертый этап, уже запуск системы эксплуатации промышленной, может случиться так, что, а просто деньги на эти цели не запланированы, и тогда бизнес, ну, там, конечные трудопользователи станутся вообще без сопровождения как такового. Либо может быть другая ситуация, когда вроде как какие-то деньги забюджетированы по неким личным ощущениям, да, СЛА хочется сделать достаточно жесткий, и в результате происходит рассогласование между стоимостью, которая ожидается, да, и реальной, которая нужна для того, чтобы покрыть, допустим, график сопровождения 24 на 7, и время решения, ограниченное часами, а не днями. Тут, наверное, какую-то можно было вставить картинку, ожидание реальности, но представьте ее сами. Дальше, смотрите, бюрократия, она существует. На самом деле, за многие годы работы мы столкнулись, точнее, мы уже знаем, столкнулись с тем, что у разных заказчиков, у разных типов заказчиков, там, в зависимости от крупности бизнеса, от масштаба бизнеса, абсолютно разные циклы санкционирования договора, там, бывает даже такое, что какие-то корпоративные заказчики согласовывают договор быстрее, чем, допустим, средний бизнес, а бывает наоборот, там, вступаешь в переговорную, там, договорную работу с крупозаказчиком, и просто уходишь, там, на месяц, на два, на три в обсуждение, там, договора какого-то. Поэтому, помимо того, что нужно, чтобы были деньги заранее, во-вторых, нужно заранее подумать об условиях, потому что, безусловно, и вы будете отстаивать, там, свои какие-то условия с точки зрения договора, и, там, исполнитель, ты партнер, который будет оказываться на службе по сопровождению, ну, там, мы, в частности, да, тоже заинтересованы в том, чтобы, там, какие-то свои условия на уровне договора отставить, защищать. Поэтому, там, так или иначе, мы будем с вами, там, какое-то время согласовывать договор, и поэтому про это тоже нужно подумать. Причем, по договору, опять же, есть, там, две истории. Первая история – это, ну, какие-то формулировки юридические, ну, там, одна история – там, работают больше юристы. Вторая история – там, какие-то бизнес-условия, наверное, это про конкретные формулировки тех или иных видов услуг, но с этим, там, Саша еще сталкивается, поэтому, там, комментируй как-то, пожалуйста, со своей стороны. Да, у нас, на самом деле, есть заготовленный шаблон договора, который, ну, 96-97% ситуации в основном покрывает. Но, как сказал Константин, бывают ситуации, когда либо бизнес дополняет формулировки наших услуг своими пожеланиями, либо юристы вставляют, допустим, какие-то характерные для них требования от компании. И согласование и той, и другой части занимает, ну, может занимать значительное время. При этом, если двигаться в этом направлении уже на исходе проекта, да, то есть, когда он уже близ к завершению и запуску системы, там накал страстей, как мы уже говорили, да, начинает сильно-сильно возвышаться. Ну, да, и от того, что, на самом деле, вот не согласован договор, там не согласованы условия, он не подписан, от этого накал страстей еще больше нарастает, потому что, ну, а как же дальше мы будем жить, если у нас вот сейчас нет сопровождения. Поэтому, ну, все-таки, вот про эту всю эту бюрократию нужно подумать все-таки заранее. Дальше. Ну, про график боли мы уже поговорили, но имеется в виду, что когда пора думать про сопровождение, это просто нужно учитывать. Дальше. Важный факт. Команда проекта не равно команде сопровождения. Это что значит? Это значит то, что вот у вас там в проекте с вами жили какие-то люди на протяжении какого-то количества времени, там, полгода, восемь месяцев, год, сколько шел проект, там, столько эти люди с вами жили, например. А потом какие-то люди должны прийти и начать вас сопровождать, которые, ну, могут вообще о вас ничего не знать. Так вот, чтобы вот эти люди, которые потом к вам придут и будут вас сопровождать, что-то вообще знали там о вас, о процессе, о процессах, о системе, А какая конфигурация, а какие доработки и прочие-прочие-прочие факторы. Вот эти люди, которые с вами жили какое-то долгое время, они должны вот тех других людей новых научить, а как с вами жить, а как с вами работать и так далее. И поэтому все равно требуется какое-то количество времени на передачу знаний, экспертизы и так далее. И это тоже время нужно закладывать и учитывать, ну, как бы вот в этом графике боли. Если есть что дополнить, скажи. Здесь на самом деле как раз важно начать, во-первых, понять, что да, сопровождение нужно, определиться с условиями и исходя из факта, что сопровождение будет, мы, соответственно, планируем внутреннюю передачу знаний. Ну, здесь я бы говорил не о том, что надо научить, а надо передать просто знания, какие-то особенности реализации процессов, особенности реализации конкретного решения команде сопровождений. Соответственно, чем более прозрачен этот процесс и чем наиболее заранее понятно, да, что сопровождение будет, тем всем от этого проще. То есть мы планируем внутреннюю процедуру по передаче знаний по проекту, ну и, соответственно, команда сопровождения включается и ей гораздо проще начать поддерживать проект после старта договора сопровождения. У нас даже есть такая практика, например, вот когда мы запускаем WMS на каком-то складе заказчика, кто-то из команды сопровождения уже выезжает на склад в рамках четвертого этапа запуска системы эксплуатации и уже прямо там начинает смотреть на процессы, смотреть на ключевых пользователей заказчика, знакомиться с первой линией, которая будет на стороне заказчика. Этим самым мы, по сути, интегрируем команду сопровождения в, ну там, заказчика, в проектную команду с нашей стороны и потом передача всех вот этих дел, знаний и так далее. Фактически бесшумно, да, получается, да. Такое мы практикуем, где все идет так, как надо, все происходит тоже в соответствующем образом, как надо. Вот нам пишет Денис, что пошел шум. Коллеги, у кого-то есть еще шум или нет? Или если у нас хорошо слышно, то, пожалуйста, поставьте там огоньков, что-нибудь еще. Слышно хорошо, нам все показывают, все ок. Все ок, все ок, шума нет, слышно хорошо. Спасибо всем, Денис. Я тогда попрошу вас, пожалуйста, перезайти, потому что тогда проблема, скорее всего, у вас. Так, двигаемся дальше. А, кстати, когда я говорил про научить команду сопровождения, я имел в виду, что научить жить конкретным заказчикам и там с конкретными особенностями системы, а не про то, что, типа, нужно делать и заново научить. Не заново, да, именно познакомить с конкретной реализацией и с людьми. Двигаемся дальше. Какие факторы еще нужно учитывать? Безусловно, нужно учитывать, а сколько будет стоить остановить работу, допустим, склада или, там, не знаю, какое-то подразделение транспортное, которое не отгрузит заказ, не отпустит машины, там, не соберет заказ и так далее. То есть, есть некий, там, перечень или набор ключевых, там, процессов, там, на складе, либо в транспорте, либо, там, в системе программы сперва поставок, которые, ну, должны работать всегда. И поэтому, вот, нужно посчитать, а вот, что дороже? Дороже сопровождаться или дороже не отгрузить или дороже не отправить машину? И вот, как только вы посчитаете, а что дороже, у вас, на самом деле, отпадет вопрос, а нужно ли сопровождение? То есть, оно будет нужно уже и так априори, но там дальше нужно будет определяться, там, очими силами. Ну, об этом мы немножко дальше поговорим. Но вот, как только вы простое посчитаете, у вас моментом отпадут все сомнения о том, что сопровождение вам нужно. Хочешь что-то сказать или дальше? Нет, все справедливо, надо на чаши весов, с одной стороны, стоимость договорского рождения, с другой стороны, стоимость часа простоя, например. Ну, если если правильно работают, то, как бы, понятно, они куда упадут дальше. И последнее, на самом деле, точнее, может быть, даже не по важности, а по списку, это нужно учитывать личную репутацию, например, руководителя проекта со стороны заказчика, или, там, не знаю, директора по логистике со стороны заказчика, или директора по IT со стороны заказчика. Потому что в конечном итоге, если что-то не работает у заказчика, и кто какой-то был человек, который, там, этот проект инициировал, эту систему, там, захотел, чтобы она у него появилась, или что у него в компании появилось, то потом, когда с ним какой-то коллапс произойдет, и что-то пойдет не так, то всех собак спустят именно вот на того человека, который эту систему, там, продвигал, хотел и так далее. И вот, чтобы не пострадала личная репутация какого-то конкретного человека, наверное, ему в том числе нужно, там, заранее подумать про то, а как ему с этой системой жить. Или, там, директору по IT, которому введение потом пойдет эта система, можно подумать, окей, у меня появляется новая система, как я с ней буду жить. И вот, чтобы потом не было каких-то неловких моментов, то, как бы, давайте тоже будем... Личные риски надо тоже учитывать, да, и своевременно поделиться ответственностью с поставщиком. Услуг сопровождения. Окей. Дальше. Как еще начать делать как надо? Надо, безусловно, работать с убеждениями. Часто мы в переговорах с заказчиками по поводу сопровождения сталкиваемся с рядом убеждений. А именно, первое, самое часто распространенное, у нас есть гарантия. Да, смотрите, гарантия есть у всех, там, понятно, что мы от гарантии никогда не отказываемся, и ни один поставщик вообще от гарантии никогда не оказывается. Но с точки зрения гарантии есть два нюанса. Первый нюанс. Гарантийный срок, он, как бы, не всегда оперативен, так скажем. То есть вот если в рамках договора сопровождения можно договориться, там, про конкретные какие-то SLA, допустим, там, реакция на обращение полчаса, время решения 4 часа, там, какие-то стандарты наши SLA, если мы возьмем, то в рамках гарантийной поддержки не всегда все происходит так оперативно. Почему? Второе. Потому что вот была какая-то проектная команда, она этот проект делала, у нее есть какие-то знания, и, как правило, какие-то вопросы по гарантии решает та же проектная команда, допустим, проектный консультант, который был вот в этом проекте задействован. Но как только ваш проект закончился, проектный консультант встал, пошел на новый проект, и он уже загружен там. И поэтому основное свое время он будет тратить, безусловно, на то, чтобы заниматься новым проектом, а вопрос по гарантии вот где-то вот, ну, получается, безусловно, компания сама по себе несет ответственность за то, чтобы там, ну, мы гарантию осуществляли качественно, но это будет, к сожалению, не так оперативно. И ты хочешь дополнить? Да, я дополню. Просто гарантийные обязательства и сопровождение – это все-таки разные вещи, да, то есть какие-то ошибки в работе системы, которые, допустим, появляются на этапе внедрения ее и запуска, они устраняются, как ты говоришь, все верно, командой проекта внедрения. При этом, когда команда ушла, идет срок гарантии, процесс подачи заявки на то, что случился какой-то гарантийный случай, он понятный, он рабочий, но сами гарантийные обязательства не имеют SLA, то есть, грубо говоря, срок решения по заявке, связанной с устранением гарантийного какого-то случая, он не зафиксирован. Соответственно, если нужно что-то делать быстро, то это только в формате договора сопровождения. То есть от исполнения гарантийных обязательств мы ни в коем случае не откажемся, но сделать их именно так быстро, как хочется, может не получиться. То есть мы, естественно, настроены на то, чтобы устранить что-то максимально оперативно, но это не всегда получается. Может прозвучать так, как будто мы оправдываемся, но на самом деле нет. Нет, мы просто рассказываем как-то и делимся опытом про то, как это происходит на практике. И возможно, когда заказчики видят слово гарантия, у них в голове одно, а на практике это на самом деле вот так, как только что Саша рассказал. Поэтому нужно такие факторы учитывать. Ну и надо понимать, что гарантия – это все-таки устранение каких-то ошибок, которые возникли в результате похода эксплуатации системы. Договор сопровождения – это набор услуг, которые, как правило, превосходят то, что является гарантийным случаем. То есть это другой совершенно уровень сервиса, и он определен SLA, соответственно. Окей. Дальше. Некоторые заказчики убеждены, что если у них очень простые процессы на складе либо в транспортном подозрении, то сопровождение им не нужно. На самом деле это тоже некий миф, с которым нужно постепенно расставаться, потому что любые процессы, любая система, вообще любая информационная система требует обслуживания, сопровождения, какого-то развития и так далее. И поэтому какие бы там ни были простые процессы, сопровождение нужно на самом деле всем и все равно. Дальше. Есть еще некое убеждение. Если что, обратимся. Тут, ну, это, как бы сказать, некоторые клиенты, допустим, могут попросить нас или захотеть попросить нас заключить договор какой-нибудь по таймин-материалу, например. Но, как правило, договор по таймин-материалу, он тоже не может дать хорошего сервиса. Ну, то есть, допустим, клиент думает, заключу договор по ТНД, он у меня будет, в случае чего я приду, и вопрос мой решат. Вопрос ваш, конечно же, например, решат. Но, опять же, это не будет так быстро, потому что, вот представьте себе, есть какой-то котел, ну, в нем есть какие-то люди, там, какие-то договоры, есть договоры с СЛА, есть договоры без СЛА. И, безусловно, вот эти люди, которые работают, они в большей степени будут отдавать приоритет тем договорам и тем заявкам, по которым у нас есть СЛА, по которым у нас есть какие-то штрафы, обязательства и так далее. И поэтому, в первую очередь, ну, как бы все-все-все будут заниматься именно договорами с СЛА, а только уже потом будут заниматься договорами, например, по таймин-материал. Если я тут не так размышляю, то, может, не так? Нет, нет, все верно. Они будут решаться в порядке приоритетов, которые определены договорами сопровождения. У нас их достаточно много, поэтому есть риск получить ситуацию, когда со стороны заказчика формируется некий негатив, а почему я не первый в очереди, почему у меня что-то делается долго и так далее. И здесь еще надо учитывать такой фактор, что если заключился, допустим, договор по ТНД, но при этом обращений достаточно много, то совокупно получится дороже, нежели абонентский договор. То есть тоже надо взвешивать за и против. И самое любимое наше убеждение – это, значит, я сам. По поводу я сам мы еще подготовились более детально. Давайте мы про это поговорим более подробно. Смотрите, если мы, точнее, да, рассматриваем вариант я сам, или вы рассматриваете вариант я сам, нужно учитывать еще подфакторы этого фактора. Значит, первое – нужно учитывать время на поиск и подготовку сотрудников. Не знаю, как там, может быть, было раньше, может быть, раньше было лучше, но сегодня мы живем в том мире, в котором очень сложно найти качественных людей, очень сложно вообще, на самом деле, их найти, подобрать, обучить. Они все стоят очень дорого, но это вообще отдельный разговор. То есть вообще, в принципе, сейчас с точки зрения спроса на IT-ресурсы, это большой бум, наверное, все про это знают. Поэтому поиск людей на позицию сопровождающего какую-то информационную систему, он может длиться бесконечно долго. Я думаю, что Саша там как-то кивнет и может подтвердить на их слова. Все верно. А если еще мы говорим про то, что эти люди должны работать конечным заказчиком, заниматься только одним проектом в одной системе, работать с одними людьми, работать на одном объекте, ну, возможно, не всем IT-специалистам это будет вообще, в принципе, интересно, где-то работать на одном месте. И поэтому, ну, если вы все-таки идете в путь я сам, в путь самурай, да, то как бы надо учитывать именно время на поиск людей и временную подготовку. Потому что также вот когда к нам приходят в компанию консультанты-стажеры, то их тоже нужно достаточно много, долго, занудно обучать. Потому что там, не знаю, что ВМС-система, что ТМС-система, дом-система, ну, любое вообще специализированное какое-то решение, оно, ну, сами понимаете, узконаправленное. И поэтому, чтобы обучиться какой-то узконаправленной системе, нужно потратить, на самом деле, больше времени, чем просто знать какие-то там азы, допустим, той же самой платформы 1С. Поэтому это важно, это долго, но мало кто про это думает вообще. Ну, это на самом деле три пункта, окей, там, про это сейчас мы поговорили. Дальше. Требуем график работы. Допустим, у вас работает склад 24 на 7. Тогда вам вряд ли хватит одного человека. Потому что если он будет работать у вас один, то там он постепенно не сможет больше работать, потому что устанет работать 24 на 7 один. В зависимости от того, ну, в каком режиме работает там компания ваша или там подразделение отходское-транспортное, нужно там понимать, что людей нужно соответствующее количество. То же самое и про СЛА. Плюс, если, допустим, вы наняли каких-то людей, вот они уже у вас работают, даже нужное количество, есть человеческий фактор. Заболел, ушел, в отпуск, выгорел, там, устал, уволился и так далее. Ну, как бы все люди, все люди. Поэтому есть куча-куча факторов человеческих, которые также все произбывают. То есть тут мы, на самом деле, в варианте «я сам» мы очень сильно становимся зависимыми от тех людей, которые нас сопровождают. У нас много кейсов, когда есть заказчик, он говорит «я сам», «я сам», «я сам», а потом у него кто-то увольняется, и он говорит «я все, я больше не могу, помогите». Ну, вот это, на самом деле, очень распространенная практика. Ну, и надо еще учитывать, что, допустим, мы как компания, которая поддерживает, развивает продукт, внедряет его и прочие операции, мы подбираем стажеров сразу группой. То есть кто-то отсеивается, кто-то остается, но в любом случае это сразу группа людей. Заказчик себе такое, как правило, позволить не может, то есть добрать там трех-четырех человек, потом на конкурсной основе, грубо говоря, оставить одного-двух, которые ему нужны. Всех при этом надо будет учить в течение продолжительного времени. Всем деньги платить. Да, всем платить деньги, то есть это затрата в любом случае. Ну, и как Константин говорил, режим 24 на 7 подразумевает минимум 5 человек. То есть это 4 человека, которые закрывают, собственно, сам цикл 24 на 7, ну и один человек, он же может быть лидер этой команды, и он же подменный на случай отпусков, болезней и прочее. То есть это в любом случае совокупно будет достаточно емкая затрата. Ну и если специалист будет поддерживать только одну систему, он, скорее всего, не будет загружен на 100%. То есть он в какой-то момент может начать скучать и думать о свободе. Ну и еще есть, на самом деле, обратная сторона. Если у компаний несколько систем, допустим, есть системы, которые, ну, в том числе, отвечают там за некий регламентированный учет, есть какие-то бизнес-системы типа ВМС, то в случае какого-то там, не знаю, аларма, приоритет будет отдаваться системам какого-то регламентированного учета, скорее всего. Ну, там, где, ну, не знаю, налоги, зарплаты, где там бухгалтерия, всякие отчисления и прочее. То есть вот эти системы, которые там отвечают за бухгалтерский налоговый учет, они будут оттягивать на себя большое количество внимания. А вот, ну, системы, которые стоят рядом, которые якобы не так важны для бизнеса, ну, на них почему-то вот так смотрят, как будто бы на второсортные, да? На самом деле нет. Вот те системы, которые работают в режиме здесь и сейчас, которые работают с реальным товаром, с реальными людьми, с реальными машинами, с реальными заказами, которые, ну, в итоге-то деньги герят компании, вот они должны быть в приоритете. А, ну, некоторые там компании, некоторые заказчики, ну, все-таки как будто бы не до конца это понимают. А это важно. Есть, на самом деле, даже градации систем Mission Critical и Business Critical. То есть Business Critical – это система, о которой, ты говоришь, это налог, налоги, это кадровый учет, это ERP и прочее. Да, и есть Mission Critical – это то, что это те информационные системы, которые обеспечивают, собственно, производственный цикл, то есть непосредственное управление бизнесом, то есть тем, что приносит деньги. И, как правило, система, которая является Mission Critical, их, собственно говоря, там в первую очередь решает. И, к сожалению, бывает так, что неправильно категоризировать системы и относит приоритизацию решения каких-то проблем к другому, другой последовательности. С точки зрения варианта «я сам». Вот если мы говорим, допустим, про временный поиск, подготовку, адаптацию, погружение людей, то этим вообще по факту нужно заниматься уже вот здесь. Но нюанс в том, что, а как вы можете подбирать себе людей под сопровождение и под развитие какой-то системы, которые вы еще не выбрали. То есть по факту, ну, учитывая время и там необходимый лак на подготовку, адаптацию, обучение, этим нужно заниматься заранее. Но как вы это будете делать заранее, если вы еще не выбрали ни платформу, ни решения, ни систему, ни интегратора, а кого набирать, а кого обучать, а чему обучать? Ну, то есть вот это немножко не стыкуется. А как мы с вами помним, то по графику более где-то по центру этим заниматься уже хорошо с нами, а в конце заниматься вообще плохо. И поэтому, ну, даже вот не стыкуется уже на старте то, как можно заниматься самосопровождением, если даже у вас сейчас в компании изначально нет людей. Вот вообще не бьется, тоже, пожалуйста, про это задумайтесь. Дальше. Почему сопровождение нужно всем? Отвечаем на этот великолепный вопрос. Потому что работы очень и очень много. Если мы посмотрим вообще на структуру того, из чего состоит владение системой, то у нас там есть администрирование, сопровождение, развитие и сопровождение инфраструктуры, как вообще отдельная ветка. И, соответственно, под каждый, на самом деле, виток владения системой нужны свои отдельные специалисты. И вот о каких-то специалистах нужны? Вот давайте про это поговорим. Нужен администратор. Допустим, нужен администратор либо ВМС, либо ТМС, либо администратор в дом, в общем, любой специализированной системы. Он занимается там взаимодействием с пользователями, он как-то отвечает за какое-то оперативное администрирование системы. Допустим, нужно прямо сейчас быстро перенастроить там какой-то процесс, потому что пришел новый вид товара, которого раньше у нас вкладе не было. И вот, скорее всего, этим будет заниматься администратор. Дальше. Нужна группа сопровождения. Группа... Ну, а, еще дополню. Допустим, даже внезапно администратор будет в первой линии поддержки. Но он будет в первой линии поддержки, скорее всего, только в дневное рабочее время. Ну или нет, если вы с ним договоритесь. Дальше. Нужна какая-то группа сопровождения. Причем группа сопровождения нужна и на первую, и на вторую линию. Если, допустим, первая линия сопровождения у вас это администратор, то на вторую линию сопровождения Точно нужны какие-то люди, потому что администратор, как правило, он не обладает очень глубокими знаниями по системе, то есть он знает, как что-то сделать прямо здесь и сейчас, но если появляется какая-то проблема, с которой он не сталкивался, то ему нужно куда-то ее эскалировать, а куда ее эскалировать, нужно, получается, отдавать этот вопрос на второй группу сопровождения. Дальше. Нужны бизнес-аналитики, которые будут заниматься вообще анализом процессов, анализом эффективности работы системы и искать какие-то варианты того, как улучшить систему, как улучшить работу склада транспортного подразделения, потому что ни одна компания хочет становиться на месте и вообще любая система, что ГМС, что ТМС, что ВОЗ, ну неважно, она является, во-первых, инструментом оцифровки каких-то данных и с помощью оцифровки этих данных потом можно принимать какие-то управленческие решения, ну чтобы повысить эффективность работы склада, например, и вот чтобы понять, а за счет чего и как мы повысим эффективность работы склада, вот есть аналитик, который смотрит на процессы, смотрит на какую-то реальную картинку и говорит, ага, чтобы это работало лучше, нужно сделать вот так, и там эти изменения дальше несет в жизнь, несет в бизнес и так далее. Нужен разработчик, который будет, допустим, выполнять хотелки бизнес-аналитика и нужен сисадмин, который будет заниматься поддержкой инфраструктуры. Вот на самом деле вот все эти люди, они нужны и опять же, в зависимости от режима работы предприятия, нужны в каком-то определенном количестве. Вот я почему-то думаю, что если всех этих людей взять и нанять себе в штаб, то получится не очень дешево, особенно с условием текущих реалий. Поэтому, как бы, сопровождение нужно точно всем, а вот самим или не самим, вот тут надо подумать. Я добавлю, здесь можно на самом деле комбинировать, да, бывает, что у заказчика есть определенная экспертиза там в том или ином объеме, да, допустим, инфраструктуру там поддерживаем сами, бизнес-аналитик у нас есть и так далее, да. Здесь мы, соответственно, можем помочь закрыть именно те ниши, те компетенции, которых не хватает у заказчика и, соответственно, по тем условиям, которые требуются. А я бы еще дополнил одного человека, которого тут не хватает, точнее, одну роль. Нужен еще архитектор технически на самом деле, потому что можно нагенерить много каких-то доработок, которые как-то не очень хорошо лягут на уже там те настройки либо доработки, которые были сделаны ранее. Ну и тем самым, скажем, какой-то функционал вступит в конфликт с другим функционалом и получится, что, ну, работоспособность или там быстродействие системы, оно снизится. Либо интеграции какие-нибудь поплывут. Либо поплывут интеграции, да. И поэтому, чтобы правильно встроить новый хотелок в уже существующий работающий механизм, нужен архитектор, который, а, знает хорошо архитектуру именно специализированного решения, там, ВМС, ТМС, ДОМ, ВОЗ и так далее, все, о чем мы говорим, это специализированные решения. То есть это не ERP, это не похоже на ERP, это не похоже на контроление холдингом, это отдельные решения, которые нужно отдельно знать, и это, как бы, отдельные архитекторы именно под эти системы, которые, ну, должны быть и знать много всего интересного. Вот, а они стоят дорого. Ну, да, он, собственно, сможет оценивать реализуемость той или иной доработки и совместимость с окружающими системами. Едем дальше. Собственно, краткий расчет, а, нет, что не расчет. Почему сопровождение собственными силами менее выгодно, чем отдать это, там, допустим, нам? Смотрите, с точки зрения формирования команды у нас есть готовая команда, у вас нет. С точки зрения компетенции мы являемся, там, разработчиками этого решения, допустим, наших решений. И поэтому у нас, скорее всего, больше компетенции, чем у вас. То есть, как бы, качество самого сопровождения, самого услуги, оно будет лучше. С точки зрения, там, взаимозаменяемости и каких-то кадровых изменений. У нас есть команда, которая работает с вами. И поэтому, даже если поменялся, там, не знаю, Ивановна Сидорова, вы, скорее всего, этого даже можете и не заметить. Потому что, ну, качество какое было, оно такое осталось. Заявки как решались, так они продолжают решаться. В случае, если же у вас, допустим, один человек уходит, другого вы должны будете искать, то это будет, во-первых, болезненно, там, не знаю, морально, эмоционально. А во-вторых, скорее всего, это повлияет на некое качество оказания услуг по сопровождению вашими силами. Дальше. Вероятность покрытия убытков. То есть, допустим, когда мы заключаем договоры, в том числе, где у нас есть какой-то СЛА, то в этом договоре, как правило, есть какие-то штрафы, на которые нам приходится соглашаться. Мы страдаем, но мы соглашаемся. Это не так. Мы, как правило, не страдаем, поскольку обеспечиваем требуемое качество, чтобы эти штрафы не выходили. Мы страдаем с необходимостью их включения в договор, но потом, как правило, паза принятия проходит. А вы же, на самом деле, из премии или еще откуда-то не сможете, ну, какую-то компенсацию, начни, из премии сотрудников, сопровождающих систему, которые у вас работают, вряд ли вы сможете там что-то себе компенсировать. Дальше. Мы работаем, допустим, через какой-нибудь сервис-деск. Не у всех компаний-заказчиков есть какой-нибудь сервис-деск для систематизации работы. Информационная безопасность. Ну, как бы, мы заключаем со всеми СЛА, и поэтому мы там под это подписываемся, под это, по то, что все будет, допустим, безопасно, там, без разглашения и так далее. Не все, там, частные лица готовы вообще что-то подобное подписывать. Дальше. Скорость реагирования на инциденты. Если мы говорим, допустим, про то, что мы подписались под какой-то СЛА, то мы, как правило, его выдерживаем. На текущий момент у нас с точки зрения выдерживаемости СЛА сколько процентов? У нас более 96%. То есть, если брать, мы решаем, в принципе, где-то там более тысячи обращений в месяц, ну, и, соответственно, 96% мы выдерживаем по срокам. С учетом различности их сложности и сроков решения, это достаточно хороший процент. Но мы стремимся к 99%. Мы стремимся к 99%. Ну, и, в принципе, там, последний квартал, он как раз растет. Вот. А с точки зрения реагирования на инциденты, допустим, если речь про внутреннюю службу сопровождения, то, опять же, в зависимости от количества систем, в зависимости от занятости персонала вашего внутреннего, эта скорость реагирования, она, на самом деле, может быть разной, а не стабильной. И поэтому лучше там, где стабильно и там, где гарантировано, чем там, где не стабильно и не гарантировано. Очевидно, но факт. И с точки зрения управляемости. Если, на самом деле, правильно выстроить договор сопровождения, там, с тем, ну, допустим, с нами, да, то с точки зрения взаимодействия с нами и то, как мы оказываем вам услуги, это будет более прозрачно, более понятно и более управляемо, нежели это, там, сравнивать с неким внутренним сотрудником. Потому что там включается, а я не хочу, а я не буду, а я устал, а мне это неинтересно и так далее. Ну, то есть, на самом деле, могут быть разные нюансы. Ну, как бы, почему люди конкретно какие-то не хотят чем-то заниматься, а вот есть компания, у которой есть договор, обязательства, и она будет заниматься вот именно тем, что ей положено. Это тоже факт. И по всем признакам, ну, работать с договором сопровождения лучше, чем спровождать собственными силами. Я тут добавлю еще. Бывает такое же внутреннее убеждение, как было на предыдущем слое, да, что, ну, вот там меня будут поддерживать, не пойми кто, постоянно меняются люди. И для этого у нас есть, для таких заказчиков у нас есть опция договора сопровождения, как закрепленный специалист. То есть, можно закрепить конкретного человека, который будет работать только по заявкам соответствующего заказчика. И будет сменяться только на период отпусков, либо болезней, ну, каких-то таких естественных, скажем так, причин. И в этом случае, как показывает практика, взаимодействие идет гораздо более продуктивно. У заказчика появляется возможность обращаться непосредственно через мессенджер или там через какой-то прямой канал взаимодействия непосредственно к специалисту и тем самым ускорять решение каких-либо задач. Ну, и, собственно, налаживается какое-то личное взаимодействие. Когда люди друг друга узнают, это сильно способствует продуктивному взаимодействию. Да, поэтому убеждение будет сопровождать не пойми кто, ну, не совсем подходит. Дальше. Давайте мы с вами приведем пример расчета стоимости сопровождения, если бы вы это делали сами, и вам нужно, допустим, сопровождать, ну, точнее, обеспечить группу, которая занимается сопровождением на второй линии. Предположим, что вы работаете, там, знаю, с 9 до 6, скорость реакции должна быть полчаса, скорость решения вопроса должно быть не более 4 часов. Минимум вам нужно 2 человека, прям минимум-минимум. Вообще в вакууме предположим, что каждый стоит 100 тысяч, допустим, еще, предположим, что там всякие затраты, там, на страхование, отчисления и прочее, еще 30 тысяч. Итого мы получаем, что в месяц два сотрудника будут обходиться 260 тысяч, а в год это больше 3 миллионов рублей. То есть это достаточно приличная сумма. Если сейчас вот я не называю никакие суммы специально, но, допустим, сравнить с тем, сколько стоит аналогичные условия сопровождения там с нами, то это кратно, вот это кратно дороже, чем если бы это делалось в нашими силами. А если вообще вариант hard, вот предположим, что вы работаете не с 9 до 6, там, в рабочее время, а вы работаете вообще с 7-24, то нужно минимум 4 человека. Опять же, зарплат 100 тысяч, это на самом деле уже, ну, практически неуполнимо, на самом деле, условие зарплат 100 тысяч. Уже, на самом деле, гораздо больше. Вот. И в месяц это просто там больше, чем полмиллиона на зарплату на 4-х людей, а в год там больше 5 миллионов. То есть сопровождаться самостоятельно вот в таком режиме очень дорого. Опять же, там, ну, сопоставимые условия, там, именно у нашей компании стоит, опять же, ну, скорее всего, меньше. Вот. Поэтому, как бы, надо сравнивать, надо обсуждать. Приходите, будем обсуждать. И еще важно, что пример, ну, который вот этот пример, вот этот, он не учитывает затраты на поиск людей, потому что HR тоже стоит денег. Затраты на то, чтобы оформить человека, это тоже они присутствуют. На то, чтобы дать человеку компьютер, ноутбук, там, не знаю, рабочее место какое-то формировать и так далее, это тоже платно для вас, на самом деле. Обучение, адаптация, там, аттестация, всякие вот это внутренняя всякая история, это тоже стоит денег. Ну, кто-то же тратит на это время, значит, это платно. Затраты на удержание, там, всякие повышения зарплаты, индексация, поговорить, оказать там какую-то поддержку психологическую, это тоже время, это тоже стоит денег. Или там заболел, там, ушел в отпуск, подгул, еще куда-то, это тоже, на самом деле, деньги. А еще, если он взял, потом и уволился, куда-то и ушел, это все нужно повторить заново. И поэтому это еще дороже в два раза, а то и больше, потому что появится какой-то лаг между тем, как был старый сотрудник, потом появился новый, но он еще, там, не знаю, не обученный, не вылез в коллектив и так далее. И поэтому затраты на всю эту историю, они кратно возрастают. Поэтому учитывайте, пожалуйста, все факторы, их очень и очень много. А теперь давайте поговорим про то, что можем делать мы. Ответ простой. Мы можем все. Если вам нужен, допустим, администратор, возьмите в аренду. Если вам нужно организовать, там, первую, вторую линию поддержки, мы готовы. Если нужно заниматься развитием системы, мы готовы. У нас есть, там, и аналитики, и разработчики, и архитекторы, все у нас есть. Если нужно заниматься сопровождением инфраструктуры, и такие специалисты, инженеры у нас тоже есть. На самом деле, под каждой веткой вот этих квадратиков можно бесконечно рассказывать про то, сколько много у нас услуг по сопровождению. У нас очень всякие гибкие, там, штуки, которые мы можем пообсуждать. Вот, поэтому надо просто к нам приходить и договариваться. И при этом учитывать все-все-все факторы, с которыми вы толкнетесь при сопровождении собственными силами. Выводы. Не надо откладывать сопровождение, точнее, обдумывание сопровождения в долгий ящик, а заниматься нужно этим заранее. Нужно правильно оценивать свои силы при, ну, вообще, подходе к этому снаряду, который называется сопровождение. Нужно правильно оценивать все факторы и все затратные составляющие на сопровождение. И нужно правильно оценивать риски, как для компании, так и свои собственные личные риски. С точки зрения презентации у нас все. Мы очень ждем ваших вопросов. Если вам понравилось, накидайте огоньков.